Сегодня спецкоргом «Самольской правды» Дарья Асламова предлагает нам поговорить о Донбассе. Да, уже пятый год войны практически идет, и Донбасс по-прежнему, как мы видим, находится в достаточно сложном положении. Но скажи, пожалуйста, твоя командировка на Донбасс чем была вызвана? Вот несколько лет ты там не была. Как вообще, что изменилось? Как там люди живут? Ну, вызвана была тем, что были страшные опасения, что во время чемпионата, значит, нашего чемпионата здесь в мире, который проходит у нас, украинцы начнут наступление. И известно, что были два разговора Путина с Порошенко, известно, что Путин жестко заявил, что если попробовать, то, значит, это будет угроза украинской государственности, было даже такое выражение. Но опасения были не напрасны, то есть люди боялись, и мне было интересно посмотреть, что же там происходит. Может, я не была несколько лет, мне было интересно, что же такое сейчас Донбасс. Лена, первое ощущение, конечно, было нечто шокирующее. Я-то помню войну, разбомбленные дороги через Полосицу, когда... А ты когда там была последний раз? Я была, когда все, как бы, все заворовано. 14-й год? Да, 14-й год, когда все начиналось, да. Я въехала через тот же пост Успенка, который принадлежал украинцам раньше. Теперь это хорошо оборудованный, значит, пост, границы, границы ДНР, где все как надо, знаешь, все по правилам. Там, где стоит дьюти-фри, Лена, может... Да ты что? Да, 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 да. Ты пересекаешь границу, ты видишь дьюти-фри. Я была ревналась туда радостно, а потом смотрю, что цены точно такие же, как в московском, поэтому ловить там нечего. А товары какие там? Ну, все-все-все. Все то же самое, что в московском дьюти-фри. Это вот ДНР-вское дьюти-фри, Донбасс. Ничего себе. И после чего я еду, знаешь, меня встречают там мои коллеги, мы едем по совершенно идеально ровной дороге, которой я просто помню, но на ней места живого не было. И стояли, значит, перемешку российские посты и посты ДНР. А сейчас идеальная ровная дорога, глубокий тыл, который ведет город Донецк, она совершенно новая. То есть ни одной воронки, ни одной вообще ямочки. А вокруг тебя, значит, роскошные сады, которые просто у них в этом году, они говорят, даже мы устали от этого сверхурожая просто, понимаешь? То есть все это ломится. Вот никто не собирает эти челешни, вишни. Все это ломится в садах. Абрикосы, малина. Стоит такая блаженная вот южная жара, когда все вдоль этих вот дорог стоят за какие-то копейки, за 20 рублей продают эту всю малину, клубнику, челешню, вишни. И вот там, знаешь, кажется, что какой-то ты вот, в первом моменте, кажется, ты попал в такой рай, знаешь? То есть только что ты выехал из Ростова, где там тебе горло порвут за каждую, там, в копейку, да? Да, да. А Ростов, он такой, Ростов, на данном году, в общем, прагматичный, тем более сейчас чемпионат. Поэтому, знаешь, там цены соответствующие. А тут попадаешь в такое блаженные сельские края. Тебе кажется, где, какая война вообще, ничего не понимаешь, да, едешь, полтора часа, вокруг только знаешь, а зеленый, вот нет, очень трогательно, продают зеленый горошек, ты прямо его можешь продавать. Значит, в этих зеленых стручках и щелкать по дороге, это такое тоже местное удовольствие. И вот вся эта красота, потом богатые дома, уже все отстроенные, кирпичные. Там живут хозяйственные люди, да запомни. Вообще, это все, ну, немножко такой хуторской металлитет, это селяне, все уже, все, что надо, все отстроили. Новенькие блестящие церкви с золотыми куполами. Потом ты въезжаешь в Донецк, а Донецк всегда был любимым городом вообще с самого начала. У Донецка со времен Советского Союза была репутация самого зеленого индустриального города Европы, под чем он славился. Вот, и у него было, он назывался городом миллиона роз. Там роз, миллион роз. Вот сейчас они достигли, все-таки они бились за эту позицию, чтобы снова вернуться к этим миллионам, миллион-миллион алых роз, да. Чего себе. Да, и они их вырастили опять. У них теперь миллион роз. И вот, как, значит, каждое утро коммунальщицы, значит, женщины выходят и подстригают эти бесконечные газоны, только розы. Я там говорю, вы что, остальные цветы специально затаптываете или как? Вот у нас, значит, такая репутация, мы ее поддерживаем. И там всегда все в цветах. Вот даже разбомбленные дома все плетены розами. Я такое даже только видела в Югославии, в городе Вуковар, когда шла война. И поэтому я была совершенно ошеломлена, вот они очень гордятся этим. И символом, конечно, самым потрясающим было для меня, что там уже появились умильцы, значит, которые из разорвавшихся снарядов, которые падают со стороны, значит, Украины, а уж чего-чего этого добра хватает, они делают прямо из болванок, 122-миллитромых снарядов, делают розы. То есть вот мне подарили болванку, из которой растет роза, значит, там чернинница и гусиное перо. Все это сделано из снарядов. Материал бесплатный, очень качественный, понимаешь, потому что снаряды делаются из хорошего металла. И там умельцы перешли на производство роз из снарядов. Даш, ну... Ну вот, да, вот дальше как бы рассказать свою картину, да, это выглядит вообще вот совершенно невероятно. Да, я потом-то розу везла через Ростов-на-Дону, и когда ее просвечивали на контроле, естественно, просвечивали что? Болванку от снаряда. Да, да, да. Они ее вытащили, говорят, девушка, ну, что делать-то будем? Я говорю, ну, везите... Сувенир. Сувенир, они говорят, ну, в чемодан положите, потому что таким, извините, такую розу убить можно. Она же по весу килограмм 10. Мне можно свести ее в чемодане, но я ее довезла, да, на реально 10 килограмм. Ты вяжешь в город, ты ничего не понимаешь, что это война. То есть, во-первых, вот даже когда начиналась война, я помню, когда уже все сбежали из Донецка, остались только самые там верные люди, значит, вот ночь, бомбежки, и коммунальные службы терпеливо моют улицы города. Это самый чистый город на свете. Он всегда славился своей чистотой. В нем все вылизано, прилизано, просто не представляешь, как. Вот о войне напоминают, разве что скотч на окна клеют, да, если там от снарядов что-то вылетит. Так все это вылизано, газончики подстригаются. Милиционеры в белоснежных рубашках. Штраф за мат 102 рубля. Не смейся, правда. У меня коллега... Как это? Да, ну, представьте, учитывая, что на войне вообще люди матерятся чрезвычайно много. Вот, но в городе штраф за мат 102 рубля. И у меня мой коллега пришлось ему заплатить, ну, разговаривал, значит, на остановке с своим другом. К ним подошли милиционеры, сказали, молодые люди, вы сейчас пойдете у нас в милицию, и мы вам выпишем штраф, который вы завтра оплатите в банке. Пока они шли до милиции, они бесплатно накопили еще на 5 тысяч рублей. Как ты понимаешь? Соответствующих слов. Потому что их потащили ночью, их отобрали паспорт, и они утром пошли в банк платить 102 рубля. И говорили, а почему 102 рубля 50 копеек? Да, почему 102 рубля? Почему 102 рубля? Вот так насчитаны их службы. Да, Даша, там же ведь рубль, правильно? Там абсолютно все на рубли. Там все пришло уже на рубли, там рублевая система. Вот, значит, единственное, что не работают карточки, потому что, естественно, банковская система не может работать. Говорят, есть какой-то способ обналичить, но я не знаю, как это обналичивается. Транспорт нормально, все ходит, да, в хорошем состоянии. Общественный транспорт. Единственное, что 11 часов у них вечера, у них комендантский час. А, вот. Вот это у них есть, это у них строго, значит, все вышкалено, все такое, абсолютно безопасно можешь гулять. Вот только дальние разрывы напоминают тебе вообще, что ты находишься на войне. Представляете, что центр города, который, значит, весь зелень, там самое, я с ним позабыла, там есть памятник Кобзону, шагающий Кобзон. Он же там родился? Вот у них шагающий Кобзон стоит. Ну, а потом он очень часто туда ездит с благотворительными миссиями. Уроженец, все. И, значит, Лен, это кажется чем-то невероятно. Ты попадаешь, значит, в какие-то, вокруг шикарные листы, на где подают фуа-гра под яблочным соусом. Лена, это Донецк, повторяю. А цены там... Цены, ну, раз в два месяца, кажется, чем в московских ресторанах. Понятно, на всякий случай. Да, ты хочешь съесть историческую поездку, понимаешь, ты знаешь, очень вкусно и очень приятно съесть. И что, и люди ходят в эти рестораны, да? В ресторанах. Полно людей, которые заказывают фуа-гра, которые заказывают дораду. Скажи мне, откуда может быть дорада вообще в Донецке? Которые заказывают, значит, там роскошные совершенно, очень изысканные блюда мексиканской кухни, японской кухни, суши и все-все прочее. Не знаю, и салодиод или из чего-то, но это вообще вкусно. Ночные клубы заполнены, несмотря на комендантский час, значит, театры, это большая мода, театры все, билеты не купишь. Ну, не правда, очень дешевые театры, потому что там 60 рублей, по-моему, билеты, или 80 на галерку стоит. И там оперный театр, драматический театр, это очень модно, то есть люди ходят в театры каждый вечер. То есть когда попадаешь в начале, у тебя реальный шок, ты не понимаешь, что ты еще на войне, а на самом деле ты на войне, только ты потом об этом узнаешь. Даша, вот то, о чем ты говорила буквально несколько минут назад, меня, честно говоря, повергло в шок, потому что я не так представляла, ну, некую такую прифронтовую зону и территорию. Что Донецк так не выглядит. Нет, Донецк выглядит как такая модная, модная, очень модная столица. Скажи, пожалуйста, а откуда у людей деньги, вот на чем они зарабатывают? Потому что у нас вот иногда слышишь со всех сторон, что мы живем, слава богу, в мирной обстановке, и то люди сетуют, то зарабатывать негде, на работу не берут, работы нет и так далее, и так далее. Что в Донецке, как? У всех, конечно, возникает вопрос, кто эта элита, которая жирует в ресторанах? Потому что, когда ты сидишь и слышишь там от женщин селедних лет, которые собрались на обед и заказали себе гаспачо или что-нибудь в этом духе, и коктейль на мохито, и обсуждают, где они сделают маникюр, шлак, и фитнес-центр, и какой фитнес-центр пойти, а там, знаешь, фитнес-центр, как круче, чем в Москве, то ты, естественно, спрашиваешься, я спрашиваю, кто эти люди? Это так называемые возвращенцы, так их называют в Донбассе, ну, с некоторым таким... Пренебрежением. Пренебрежением. То есть те люди, которые пережили самые страшные годы, когда в городе не было воды, света, когда каждый поход за хлебом мог обернуться всем, что тебя убьют, вот эти люди, которые остались, когда был пустой город, а сейчас, когда сам Донецк находится, то есть по окраинам идут бои, до центра не долетает, ну, фактически не долетает, потому что взяли аэропорт под контроль, взяли, значит, там, позиции под контроль, и эти люди вернулись, их мужья делают бизнес, эти женщины, их мужья делают бизнес в Киеве, их мужья делают бизнес, конечно, но кто их упрекнет, люди пересекают границу туда-сюда, там есть даже пункты, где можно пересечь границу с Украиной. А, прости бог, Городи, а по ту сторону границы, вот на украинской территории, к ним нормально относятся? Ты знаешь, там есть пункты перехода, и более тебе, скажу, можете это удивить, что донецкие пенсионеры, многие получают пенсию и там, и там? Ну да, я это знаю, именно поэтому, когда вот выникают всякие ситуации, то... Они переходят, и, конечно, устраивают там райскую жизнь, что ты должен каждые два месяца отмечаться, но они все равно уходят через эти переходы. Люди, которые имеют бизнес, они что, они уехали, имеют бизнес, а когда стало безопасно, у них же квартиры шикарные остались, понимаешь, в центре города, до которых чего-то не долетело, да? Значит, там, у них остались там машины, квартиры, вот они вернули своих жен туда, зарабатывают деньги в России или в Киеве, где угодно. И вот эта элита, когда стал комфортным город в момент, когда его просто отбили окраины, она благополучно вернулась и чувствовала себя очень комфортно, потому что цены ниже, чем там где-либо, да? Дом родной, чего же там уж говорить. Скажи, пожалуйста, а вот отношения к этим людям у остальных? Вот этот конфликт возвращенцев, так называемой элиты, очень многие из них вернулись и получили хорошие посты, хорошие должности. Ну, тут есть еще, конечно, психологический момент. Когда люди возвращаются, это хорошо, это уже хорошо. Ну, да. С ними возвращаются деньги, с ними возвращается какой-то бизнес, какое-то ощущение небезопасности. Поэтому это никто их, естественно, выгонять не будет. Но с другой стороны, Даш, эти же люди могут в любой ситуации сделать то же самое, что 4 года назад. Убежать или, например, работать как пятая колонна, считая, что ситуация затянулась, сколько можно. Мы живем в состоянии войны больше, чем уже Великое Отечественное, уже пошел пятый год. И вот знаешь, когда вот разговариваешь с женщинами, например, которые все это пережили, с моими ровесницами, говорит, Даша, понимаешь, вот эти люди не знают, что такое, когда ты должен утром пойти найти воду и хлеб, а ты ищешь в шкафу приличные трусы. Я спрашиваю, а почему трусы? Говорит, потому что ты видишь по телеку голую женщину, женщину, которую убили, ноги раскинуты, а трусы нехорошие. И педикюра на ногах нет. И ты вот ищешь, и ты думаешь, а если я вот в таком виде буду сегодня вечером лежать? Я говорю, ну ведь все равно уже, потом уже только морг, ты чего, уже все равно. А вот не все равно, понимаешь? И даже старушки искали белье приличное, чтобы выйти, потому что будешь шлять мертвая под камерами, чтобы хоть не стыдно было перед людьми, вот это, знаешь, звучит ужасно, конечно, да? Не стыдно было перед людьми, что ногти не подстригла, маникюр не сделала. Ну мы женщины, мы так устроены, понимаешь, мужикам проще. Вот они подержали это время, когда вот ты каждый день думал об этом, выходя на улицу. Потому что убить могли в любой момент. Моя подруга ехала в автобусе в троллейбусе, в которой град упал с одной стороны и со второй. В троллейбусе были ранены все, кроме нее. Вот она одна, выжила, журналистка моя коллега, наша коллега Лена Шинкаренко. И когда ей сказали, ложись на пол, все было в стекле, все было в крови, она была единственная не раненая внутри автобуса, она подумала о своем последнем приличном платье. То есть как же я в этом платье упаду на эти оскокки, у меня же платье приличное осталось, да? А тут вот град, да? Я говорю, да ложись ты! Она не может психологически, женщины не могут так. Вот они все это пережили, понимаешь? Поэтому они к возвращенцам относятся, соответственно, знаешь, как к предателям. Ага, вот когда мы тут бедствовали, а вы тут приехали, вы на еще на хороших постах. И вы теперь чиновники, бюрократы и все такое. Тут, знаешь, на это можно залить по-разному. Хорошо, что вернулись, потому что чем больше людей, тем лучше. Естественно, для города любого. Потом они все равно тратят там деньги, это уже хорошо. Все равно какой-то отбору денег идет. Но психологическая атмосфера тяжелая, потому что от этого прекрасного центра, где полно богатых людей, до линии фронта, если быстро ехать, всего 30-40 минут на машине. Но эта линия фронта четкая, то есть она... Она абсолютно четкая. То есть ты понимаешь, что ты приближаешься... Да, там позиции, бойцов, все. Ну, то есть у меня, поскольку я была много на позициях, которые окружают Донецк, там стоит уже Донецкая армия, противостоит Украинская армия, армия ДНР. И до нее ехать всего 30-40 минут. А там-то тоже люди живут. Вот я как раз хотела сказать, а там же не мертвая такая зона, да? Да, она, конечно... Вот ты понимаешь, что вообще в Донецке поражает? Они, конечно, люди упертые в этом смысле. Но вот как раз перед моим переездом, если не ошибаюсь, Куйбышевский район, могу ошибиться, Софийская улица запомнила. Я пришла на эту улицу, а это прямо в двух шагах от позиции уже. Там люди живут, дома все эти, стоит бабушка, 7-6 лет, она подметает осколки снарядов, ты понимаешь, бабушка Рима, как сейчас запомнила, у которой 10 правнуков, дочка в Москве, и дочка... Забрали бы, блин, бабушку бы, бабушка одна живет. Так может бабушка просто не хочет, да? Нет, ну, кто там знает, что там происходит, то вот эта бабушка метет двор, а я тебе скажу, что, значит, представь себе, зарплата, иногда бывает, это по 2-3 тысячи рублей, за этим метет эти дворы, и говорит, вот чудом выжили с соседкой, пришли коммунальщики, пластиковые окна, ну, эти дома, которые разбумлены, восстанавливают, и пришли три строителя, и всех трех положила, тяжело раненые, буквально прямо перед моим переездом вот на этой улице, а бабушка кинула на землю, бабушка спаслась, только увидела, как их уже раненых, один был очень тяжелый, раненый вытаскивают. То есть, пришли коммунальщики, ну, представляете, в таких ситуациях, вот это вот чисто, надо сказать, должное, и мэри Донецка, что они стараются все это восстанавливать, они пришли ремонтировать дома, чтобы люди вернулись. А какого черта, вы мать, тебе ремонт, потому что, конечно, украинцы видят с той стороны, что идет, им прекрасно это видно, и они видят, что, ага, вы сейчас хотите дома восстанавливать, вот они по этим мирным жильям, по этим строителям, ремонникам, они мочат, понимаешь, даже не по армии, а вот именно по... когда видят, что кто-то пытается что-то восстановить, чтобы жизни тут не было, понимаешь. И это совершенно дико смотрится, вот она одна, осталась, ни одного человека, и ей платят за то, чтобы подметать 7 дворов. Да, вот она единственная. И живет в какой-то комнатке, в которой выбито все к чертовой матери, и вот она там проживает вместе с собакой. Собака единственная охранник, маленькая собачка. Подожди, ну а зачем тогда, если в этих дворах не живут люди, во-первых, зачем их подметать? А зачем коммунальщики работали, когда весь город бомбили? Вот такая психология у людей. Они реально, очень любят свой город, и реально пытаются... Ну вот я бы коммунальщикам Донбасса поставила памятник просто, потому что они работали в таких условиях, и столько гибло и было раненых людей, они всегда работали на все, вот, пятый год войны. Это даже не... Иногда вообще за них же и денег не платили, не было нечем было платить, а они выходили на работу. Я помню. Поливать цветы, поливать улицы. Когда шли бои за водоочистные, вот эти вот, водонапорную водоочистную башню, эти сооружения, фильтровальную станцию. Лина, я тебе скажу, она до сих пор не находится полностью в руках. Нашка. Это каждый раз угроза Донецку, потому что не будет воды, не будет Донецка. И туда каждый раз люди выходят, ремонтируют все это, и приводят в порядок. Это уже и страшная опасность, потому что украинцы же знают, где уязвимая точка. Уязвимая точка – фильтровальная станция воды. То есть, понимаешь, вот Донецкого пригорода два меры, два образа жизни. Вот здесь такой богатый капитализм, а тут вот абсолютно нищета и пенсия 2900 рублей. Понимаешь, ты много на эту пенсию проживешь? И, ну, люди в пригородных садах там питаются, что-то еще вот какое-то, кто-то там, ну, кто-то за счет там, не знаю, что-то вырастил. Ну, хозяйственный народ. Вот такая вот жизнь. Поэтому окраины страшно ненавидят Центр Донецка, а Центр Донецка, значит, говорит, а что ему еще надо там, вот. То есть, есть такой психологический момент. Но отчасти, как Москву не любят все. Они все говорят, да нет, а что ты хочешь? Вот естественно, что все ресурсы тут. Как у вас Москва собирается ресурс? То есть, она ее ненавидит. То же самое это в миниатюре ДНР. Вот кто те люди, которые держат оборону? Ты наверняка вот и в первые годы, когда только события разворачивались, видела, кто встал на защиту Донбасса. Кто сейчас воюет? Ты знаешь, на самом деле, вот костяк, я не говорю о командующем составе, я говорю о костяк армии, самые сильные его люди, это, конечно, бывшие ополченцы. Или те, кто пытался уйти от войны, уезжал, все равно вернулся. Очень много бывших ополченцев. Хотя мне все говорят, да нет, у нас сейчас много молодых пришло, потому что армия, это стало круто, модно, и там какая-то зарплата. Ну, идет война, молодые люди уходят после школы в армию, да, воевать. Ну, очень много людей встретятся, которые воевали еще 2014-2015 год, самые тяжелые годы. Это уже матерые такие волки. Даша, у меня сразу вопрос, уходят в армию воевать, это срочники? Нет, нет, нет. Там есть какой-то служба? Нет, нет, это все абсолютно добровольное решение. Люди идут там, зарплата 15 тысяч рублей, считается прилично, но не идут ни за деньги. Ну, как не очень хорошо. Знаешь, там у всех, как бы, у них же у всех позывные, да, об этом разговоре мы всегда позывные. Удивительно сейчас, как вообще совпадают позывные с характером людей там. Например, Удав, мой новый приятель, у него хватка, как удава. Когда он меня тащил через полосу, которая простреливается, вот просто, знаешь, не вырвешься. Например, Саид, это человек, который, на самом деле, украинец, у него брат украинец, а выглядит вот чисто, блин, а говорит, ты не на Саида похожа, ты похож на Абдулу. Он командир батареона, он говорит, как ты угадал мне, в армии же звали Абдуллой. Представляешь, вот такие, да. Значит, девушка-снайпер, воробей, правда похожа на воробья. Невероятная красоты при том, где... Вы слышите, что такое для меня, для матери, встретить на фронтовой полосе 23-летнего ребенка, у меня дочери 22 года. Ей 23, ребенку 5 лет, и она снайпер. И невероятно красоты, просто модель, знаешь, с огромными зелеными глазами, накрашенная, с пухлыми губками, жара от 40 градусов на солнце, бронежилет, каска. И она на этих позициях... Она занята украинской стороной, поэтому она не может даже, чтобы ее фотографировали. Обычно запрещают фотографировать себя люди, у которых родственники на той стороне остались, потому что отомстят просто. И поэтому там делятся на все. Те, у кого с той стороны, а воюют они с этой. Даша, а что ее привело? Вот снайпер, можно представить? Да. У меня был тоже шок, я спросила, скажи, ну, а ты мать все-таки, успела уже 5 лет ребенку, такая красавица, все. А ты удовольствие от своей работы получаешь? Она сказала, абсолютное. Нельзя работать и не любить свою работу. Вот когда стрельнешь и видишь, что падает, это же класс. Я, конечно, совершенно смотрю на нее. То есть, в фильме моя ассоциация, что дочь моя младше всего на год, и она врач. И мне поэтому... Я смотрю, говорю, послушай, а с той стороны хороший человек, а ты его убила. Она говорит, так с той же стороны немцы, там хороших людей быть не может. Ой, мамочки. Они только говорят про них, немцы. Они не называют их уже уграми. Давно говорится, с той стороны немцы. Понимаешь? Вот это вот... Этот жаргон, сначала мне всем говорят, а, ну сколько здесь до немцев? Вот доходишь до позиции, тебе там волокут, да? Говорят, сколько тут до немцев? Сколько до Украины? Они говорят, а, до немцев? Говорят, а, ну, 400 метров, или там километр. Вот эта линия фронта. Понимаешь? А человек на самом деле еще бегает видеться на ту сторону к своей дочке. И поэтому она боится, чтобы ее сняли, потому что поймать могут ее, замучают насмирь, запытают, да? А почему она дочь не... Ну там мама же, с кем ей дочка осталась, ей 23 года, с мужем развелась. Да, она воюет на фронт. На фронт брать дочку. Ты понимаешь? И вот это, конечно, это, конечно, шокировало. Другой был шок. Я приехала, то есть масса людей, когда интересно, я спрашивала все, кто из-за чего, почему воюет? Все, очень большинство людей, воюют уже долго. Я встречала людей, которые прямо пятый год воюют уже, знаешь? Они пытались покончить. Вот, ну, мне один очень хорошо сказал, шахтер местный, у всех свои, значит, позывные, да? А, например, командир рот, он вот такой крупный, здоровый мужик, позывной Бизон. Понимаешь? Вот заход человек, но реально Бизон. И это так, знаешь, несколько шокирует, то, что как бы вот и видишь, человек спокойный там, или еще. Или там, парень его зовут Неваляха. Я говорю, а почему Неваляшка-то назовут? Он ему говорит, как вот не мочишь его, он все равно сволочь поднимается. Поэтому у него такой позвонок Неваляшка, да, Неваляха. И вот это все настолько смешно, с одной стороны, а с другой, вот вроде как игра в войнушку по-детски, а на самом деле все не по-детски, война-то настоящая. И это уже, конечно, не то, что я видела. То есть, во-первых, все профессионально, у всех хватает оружия. Я помню, что у нас не было бронежилетов в 2014 году, ни у кого там, их, что называется, отжимали у укропчиков, так тогда выражались, да. Не было оружия, не было сейчас там, на мою бедную, я только сделала прическу, мне нахлобочили каску. Когда все сняли, я выглядела, как моя кошка, которая однажды прилипла, где ловила мышей, на клей для мышей. Приблизительно так же я выглядела. Думала, что страшная красавица, но не понимала, почему все смеются, да. Это каска, бронежилет, 20 килограммов железа, с ним должен бегать. Я подумала, боже мой, зачем мне в моем возрасте такие приключения, чтобы куда-то бежать, прятаться, камуфляжный костюм. Этого всего не было тогда. Ты знаешь, бегали в каких-то платьицах, а тут вообще полный кошмар. Даша, скажи, пожалуйста, а тебя вот пускали на передовой, или все-таки как журналисты старались немножечко... Ну, понимаешь, есть официальный приказ не пускать. Да. Ну, ты знаешь, есть... Вот я очень хорошо... Не помню, чья это была фраза, кого из писателей, что... А, Грэм Грин, мой любимый, он говорил, что всегда есть приказ командования, журналистов не пускать. Но когда ты приходишь на линию фронта, потом все сняется, что людям же скучно, а так ты можешь хоть... Пришли люди живые, с другой стороны, ну, как бы, с мирной жизни. Поговорить интересно, даже покрасоваться можно, или повести. Поэтому, вот как всегда, чем ближе к линии фронта, тем меньше соблюдается приказ. Скажи, подожди журналистов, это правда. Что из себя представляет эта линия фронта? Вот что это? Я не знаю, окопы какие-то там... Окопы, Лена, блиндажи какие строят. Ты знаешь, настоящие... То есть, я даже писать сегодня, вот как будто вернулся вообще, не знаю, сорок первый год. Какой сорок первый? Сорок четвертый. То есть, это прекрасно отстроенные блиндажи подзимные, где все как надо, кровати, печка, закопченные чайники, все черные, на которых готовят. Значит, очень смешно было, как они мне говорят, там типа, ну давай мы вишни насушили, тебе дадим компот, и будешь варить его. Сейчас делать нечем, в Москве компот варить. Да мы тебя сейчас научим, да, что это? Компоты варят, да. Все это передовая позиция. Поварешки, каски, оружие, все есть. Окопы, окопы обложены деревом, то есть, это уже очень хорошо оборудованные окопы, то есть, полная линия окопов, деревом, чтобы не летела, значит, земля, очень аккуратненько, опять же говорю, хозяйственные люди, юг, поэтому все, там уже такая вот война, конкретно позиционная война, которая, где все подготовлено. А дисциплина, вот это тоже очень важно. Дисциплина, очень жесткая, абсолютно, как они правильно говорят, один уснет, зайдет группа, всех вылежет, поэтому там очень жесткая дисциплина. Огромное количество кошек и собак, потому что, ну, во-первых, это чувство вины. Дело в том, что когда в Донецк бросили, бросили кошек и собак, запирали часто в квартирах. Мне вот бабушка Римма, улица Софийская, рассказывала, что кошки лапами вышибали окна, резали, спрыгали от воды, от жажды умирали, была жара страшная, 40 градусов, а кошек оставили в квартирах. И вот кошки бросались в балконы, чтобы, значит, воду добыть. Собака у них была одна, у них была история вообще, она сидела на крыше дома и выла, лаяла, у нее было четверо щенков родилось, ее бросили. Она забралась на крышу дома, и лаяла на весь Донецк, вызвала людей. И под конец ее, кстати, наши же корреспонденты, Капсомольской правды, заметили, вытащили, позвали каких-то добровольцев, спустили вниз, не могли ее отловить, потому что она уже людей боялась, презирала, она уже не доверяла людям. И щенков раздали, а она так ее забрали в приют, так она в своей жизни людям больше не веяла. Это вот чувство вины перед животными, которых побросали. Мне кажется, что вот этот весь Донецк сильно переживал. И в каждом, абсолютно в каждом, даже маленьком отразделении, во-первых, есть собака, потому что собака чует, если кто-то, значит, будет двигаться. Собака первая чувствует, когда летит снаряд. У них уже уши лучше, чем у нас. Собаки, ну собаки хорошие, а кошки, говорят, предатели. Кошки ползают, говорят, сегодня поживет здесь, завтра пошла кукром через границу и нажралась там. То есть, абсолютно, они идеологически не подготовлены, понимаешь, кошки. Они говорят, мы сначала злились, потому что, ну сидишь, да, они шастают, видимо, пошел через ленинг фронта, отъелась там, пообедает тут, ужинает там. Все хорошо, сиди, друзья. А вот, а с другой стороны, говорят, кошек не выгонишь, потому что мыши, жара мыши везде, полевки вот эти, знаешь. Ты можешь уснуть и проснуться без ботинок, сажали ботинки, да, поэтому коты, вот это дело, вещь полезная в отряде. И везде вообще, я вообще в зоне аэропорта, который, знаешь, страшный, Донецкий аэропорт, я встретила, значит, там бегала недавно щенившаяся сука, за ней четверо щенков. И вот это все богатство, у них что называется, говоря на их языке, да, все присутствует, все живет, эта живность везде, она селится. И у каждого патерина, я встречала там, у одного патерина, шикарная породистая такса Жуля, вот они очень ей гордятся, что она может съесть колбасу, которая длиннее, чем она сама. Да. Но это же люди, да, люди не могут жить на ванне беспрерывно, они хотят какой-то радости, да, вот такса Жуля, да. Вот они эксперимент проводят, съестное или нет, съела, вошло. И вот как бы это такая полевая жизнь. Даша, а в чем все-таки, ты знаешь, вот ты сказала о том, что армия сильно изменилась, мы помним, да, что вот несколько лет назад было сказано о том, что теперь это не ополчение, это профессиональная армия, вот она действительно таковой стала, в чем это выражается? Изменилась в дисциплине, не изменилась в том, что пошли учения, стрельбы, пришел молодняк, который надо учить, и его воспитывают, значит, есть приказ, я была сама с учетом скандала, случайно кто-то пошел, значит, в увольнение, ну, вышел создаться в магазин, понимаешь? Да, да, да. И его, ну, рядом со своим подразделением, ну, его поймала милиция на улице, и были дикие разборки, потому что милиция гражданская сказала, а ну-ка быстро писать на отчет, а почему вышел? То есть, знаешь, где, казалось бы, война идет, а вот тут милиция, а нам, пожалуйста, отчет, и вы нам будете отвечать за то, что вы... То есть, там уже... То есть, говорить о том, что какая-то махновщина... Все же это закончилось. Это закончилось... Гуляй поле закончилось. Это закончилось в 2015 году, в 2016. То есть, сейчас это уже реально армия. Вот как война их изменила? Людей мирных профессий, которые взяли оружие в руки... Шахтеры, строители, на самом деле, много было и бандитов, скажу тебе, потому что бандитская... Что такое банда? Это уже, в принципе, маленькая организация со своей иерархией, командами и так далее. Бандиты шли защищать. А потом только нет, предприниматели. То есть, брали в руки оружие люди, которые были совершенно далеки от этого. И вот страшную вещь мне сказал один шахтер. В 18 лет был шахтером. Из Красноармейска. Когда я спросила, ну, то есть, 18 лет под землей, все. Почему пошел? ну как, Красноармейский вначале там, я свидетель этому, 9 мая, правый сектор расстрелял людей около, не понесли цветочки к памятнику. Обстреляли, значит, колонну дальнобойщиков, погибло, значит, 4 человека. Обстреляли шахтеров. Говорит, я взял руки оружие, пошел воевать. Говорю, а ты пытался вернуться к мирной жизни? Говорит, ты понимаешь, я даже в Россию уехала, заработков вообще полно. Для нас, людей с руками, руки всех золотые, работы полно. Я говорю, я уехал, хорошие заработки. А я не могу. А говорю, почему не можешь? Я вернулся. Мне хочется автомат в руках подержать. Мне хочется его почистить. А может, и шлепнуть кого-нибудь. Понимаете, такие страшные слова? Я говорила замполитому, он говорит, а что ты хочешь? Здесь сидят уже люди, которые с войны не вернешься. С войны вернуться нельзя. И мы переживали этот синдром в Великой Отечественной войне, когда эти банды образовывались, люди уходили там. Они просто вообще не могли без адреналина. И самая частая фраза, которую я слышу, адреналин. Почему ты здесь? Адреналин? Ну, ты же сварщик, например. Там же золотые руки у всех. Это же рабочие люди. Никогда не забуду, как мне рассказывал писатель, украинский писатель Дмитрий Выдарин, он сейчас уже убежал, кажется, с Украины, о том, как в начале войны снимали бойцов с одной стороны и со второй, значит, с украинской стороны и со стороны Донбасской. И вот там, значит, снимают с украинской стороны, а у чуваков они, знаешь, перчатки, ну, вот картошку перебирают люди, они не тяные. Калхозные. Вот они сидят, там эти перчатки, говорят, вот, картуху опять нилую привезли, там, перебираем, жрать нечего, там, что это за сомжение, все. Показывают, значит, со стороны Донецкой, а там у людей такие характерные, эти рабочие перчатки с обрезанными пальцами. Почему? Потому что кожная перчатка защищает твою руку от тяжелой работы, а пальцы тебе нужны открытые, чтобы были чувствительными. Это при работе с металлом, при работе, при любых тонких работах, при работе с оружием. И вот у них эти перчатки, они снимают разницу в этих перчатках, да? А они, вот эти кожные перчатки с обрезанными пальцами, типичны для рабочего людо. Ага, вот у меня в руках автомат, что-то заклиняло, надо починить. А оружие-то брали еще с соляных шахт. Ты знаешь, куда вообще брали оружие? У них были соляные шахты в Солидарии. И там со времен Великой Отечественной, вообще в Советский Союз это было огромное запасы старого оружия. У нас всегда везде в любом городе где-то что-нибудь спрятано, понимаешь? Да, 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 совершенно верно. А тем более на Донбассе, который все-таки пережил жестокие бои, там было спрятано на этих соляных шахтах огромное количество американского старого оружия, аж советского старого оружия. И вот эти люди, они профессиональные, рабочие. Они сейчас сделали винтовку сепаратист. Да, знаешь из чего? Из противотанкового оружия 42-го года. Добавили там оптику, там прицелы, приклад по новее, да, так и называется. И поэтому это вот село против города, да, когда все начиналось, то было село против города, потому что городской класс, он всегда, как и Ленин говорил, все выше по самосознанию, понимаешь, возвращаясь к Ленину, чем село. И поэтому эти люди так быстро стали защищать свои города, потому что они эрго-эврозабочи организованы. Если ты работаешь в шахте, у тебя есть солидарность. Да. Ты знаешь, что тебя может завалить в любой момент, товарищи либо вытащат, либо семье помогут, либо что-то сделают. Шли вообще какие-то предприниматели, которые были богатые люди. Они говорят, ты знаешь, вот генетический код, вот откуда это проснулось, непонятно. Один был, меняло, например, да, у него подпольный меняло, отец-миллионер, пошел воевать, убили. Второй, например, вот этот с позывным безумный, у него посудный цех, богатый человек, посуду делал, потом взял в руки оружие. А вернуться уже нельзя, потому что война затягивает. Вот, например, сейчас в чем проблема? Проблема, это наш чемпионат мира, потому что дан негласный приказ, везде развешан. На провокации не отвечать, типа, праздник России портить не будем. И поэтому укрыли, как там называют немцы, они-то могут мочить, а наши отвечать не могут, потому что сидите тихо, не поддавайтесь, ну, на военном языке не поддавайтесь на провокации. Но подожди... В России праздник, не портите России праздник. Но подожди, а что значит они отвечаете на провокации? Они же не в наступление в конце концов идут, они на выстрел отвечают адекватно. Ну, например, одно дело в тебе летит снаряд, а другое просто стрельба. На снаряд нужно отвечать снарядом. А, ну, понятно. Есть такое выражение на войне. Любая война идет на повышение калибра. Ты стрельнул, тебе ответили из пулемета, из пулемета ответили минометом, из миномета ответили уже дальше артиллерии. Поэтому эта война все идет на повышение калибра. А тут сиди себе и жди, когда тебя мочат. Потому что там был такой фейерверк в тот день, когда Россия выиграла в Судовской Аравии 5-0. Ну, укры поздравили по полной, понимаешь, там свистело, летело, взрывало все, что угодно. А нашим приказ не отвечай, донбасским, потому что в России праздник, футбол. Слушай, я с ужасом сейчас спрашиваю, а нет с украинской стороны, ну, я не знаю, каких-то поползновений перейти к активным действиям, потому что еще, как мы понимаем, чемпионат не закончен, но... Ты знаешь, они тоже не дураки. при наступательных операциях средняя статистика это 30% убитых, 70% раненых, да, по разным данным. Любое наступление чревато, тем более, ты имеешь уже перед собой не... Что такие были люди в 2014 году? Это пацаны с палками консервными банками, это шахтеры, которые брали охотничьи карабины, а потом они убьют кого-то, отожмут оружие, вот тебе и все вооружение, да? А сейчас стоит профессиональная армия, и они прекрасно понимают, что любое наступление, как бы они не хороходились, их Америка будет толкать до последнего, но не понимают, что это возможная гибель, даже для самой армии, потому что, хотя у них трехкратное привлечение в числе, как бы превышение в числе армейское, но тут мотивация меньше, потому что ты стоишь, либо свой город разную защищаешь, либо ты наступаешь, это разная мотивация. И вот чемпионат мира, конечно, безумно злит людей, потому что они воспринимают это как оклик из Москвы, как то, что нас предают, а нас забыли, а что нам делать? Вот говоря об этих людях, я помню, как мне один замполит сказал, понимаешь, в чем дело? Это, в принципе, все, кто отвоевал уже пятый год, это все уже потенциальные убийцы, потому что вот война закончилась, куда их девать? Помнишь, у нас после первой чеченской люди уходили в бандиты? Реально. Вот фильм «Брат» это, в принципе, об этом. «Брат один, брат два» это все об этом. Это люди, что-то сломанные психикой, потому что, они говорят, мы вот сейчас чемпионат, а мы с ума сходим от затиши, у нас крыша едет, потому что мы привыкли, что разрывы, разрывы – это жизнь, война – это жизнь, что ты прячешься, бежишь, стреляешь в кого-то, ты что-то делаешь, у тебя адреналин в крови играет, а тут напряжение от того, что затишье, тебе стрелять нельзя, то есть лопаются нервы у людей, то есть там, они пытаются как-то вынести, то есть, что роют эти окопы на жаре, на 40 градусов, все, пытаются снять это напряжение, потому что, говорят, мы уже без этого не можем, нам легче, чтобы была война, а вернуться нам некуда, потому что, да, мы по-своему больные люди, и это когда-нибудь как бы аукнется, а что с вами делать после, они говорят, ну, паковать и посылать куда-нибудь, потому что, все, что мы умеем, а все это бывшие профессионалы, учащие. А у них нет желания, ну, я не знаю, действительно, когда-то эта ситуация должна же разрешиться, начнется действительно на 100% мирная жизнь, у них нет желания просто стать частью регулярной армии, уже на таких официальных основаниях. А скучно им будет ли? Ага. Понимаешь, нереально говорят, скучно, когда тихо. И вот эта 23-летняя девочка, ей тоже скучно? Пострелившись девочке снайперу тоже скучно, понимаешь? И шахтеру, которому 43 года, скучно, потому что шлепнуть некого. И это все, эта война, судьбы так изгажены, изломаны, потому что вернуться будет трудно. Сейчас идут, конечно, молодые парни, пошли молодые парни. И этим можно гордиться, потому что, честно говоря, они могли спокойно уехать в Крым, откуда многие едут. Зарплата в кафе, извините, у официантов 50 тысяч рублей. Чаевые 20 тысяч. Езжай вон в Крым себе и зарабатывай 70 тысяч. Что ты идешь в армию за 15 тысяч рублей, где тебя убить могут? Идут. Понимаешь, это общая атмосфера. Идут пацаны сразу после школы в армию. Я встречала таких совсем вот зеленых, которые пришли 2-3 года назад, взяли в руки автомат, но они уже на всю жизнь останутся в этой армии. Ну что же, сегодня у нас была возможность узнать, чем живет военный Донбасс, и несмотря, конечно, на молитвы, на, ну, я не знаю, призывы, на какие-то действия, на мирную жизнь, пока еще соседствует с войной. И наш спецкор, Дарья Асламова, в этом убедилась. Она была в командировке в Донбассе, возвратившись оттуда, рассказала нам о том, чем живет Донецк и та территория, которая граничит с войной. Даша, спасибо тебе огромное.